очень рад быть здесь меня также удивляет то количество людей которые вот сегодня пришло суббота утро как уже говорила марина это действительно подвиг и очень классно что вы интересуетесь развитием львовского комьюнити скажу хочу сказать сразу что у вас очень хорошо и самого утра немножко пригрузить это будет более технический доклад и давайте его начнем с того что я немножко расскажу о том кто я откуда и чем занимаюсь я фронтенд разработчик в голландской компании юви мы разрабатываем b2b решение для компаний различных размеров это могут быть и какие-то небольшие магазины это могут быть огромные супермаркеты также испытываю некоторую страсть к удобным вещам я думаю каждый из нас любит когда действительно удобно пользоваться чем-то и в то же время я как фронтенд разработчик разрабатываю api с платформу эта система обслуживания магазинов тех которые мы разрабатываем и основной технологический стек на фронтенде у нас view я так понимаю что большинство из нас фронтенд разработчики можете поднять руку кто как-то связан с фронтендом окей кто слышал про view кто игрался с view немного окей я вижу что люди есть я буду стараться объяснять про view как совсем-совсем для начинающих и по скажем по всему докладу я буду вставлять такие интересные ремарки которые мы нашли во view за время его использования на данный момент мы уже в продакшене больше года и ну таких ремарок накопилось достаточно много хорошо сегодня мы поговорим о том что такое view почему view стал популярен как начать проект с view как вьюшные компоненты выглядят каким образом обрабатывать события во view также поговорим немножко про философию и подход view к работе с данными также мы посмотрим на концепцию в юкса это официальный стейк менеджер и захватим немного роутера в конце я скажу про слабые по моему мнению стороны view такие тоже имеются и немножко сделаем такой короткий обзор на то что view предлагает из приятностей окей что такое view это фреймворк построенный на компонентах изначально вью начинался как библиотечка небольшая все я думаю знают разницу между библиотекой фреймворков библиотеку вы используете а фреймворк вас вот view немножко выходит из этого правила потому что view очень такой flexible то есть вы можете по модульно разбить и взять то что вам нужно view реактивен его реактивность построена на окна скрипте пятом гаторах саторах что говорит нам о том что мы не сможем использовать вью если нам нужно поддерживать браузер и я 8 к примеру немножко позже об этом я более детально рассмотрю view использует virtual дом они взяли реализацию snap дома это одна из таких самых быстрых и самых небольших реализаций она там весит порядка двух килобайт кому интересно можете на гитхабе найти snap дом и там поиграться как-то собрать свой virtual дом view используют в больших компаниях и я думаю каждый из нас слышал по крайней мере alibaba aliexpress они используют view достаточно давно taobao тоже огромный китайский marketplace и gitlab в общем не знаю хранитель там данные после прошлогоднего происшествия но попробовать стоит окей какие у нас скажем сильные стороны view view очень быстрый и это на самом деле очень холиварный показатель потому что стоит задать себе вопрос а как измеряли на официальном сайте view я к сожалению не добавил линку но во view превосходная документация и там есть раздел сравнение там детально описано почему он быстрее и каким образом это измерялось то есть в среднем по больнице он в дважды быстрее чем react angular и пример view небольшой и продакшен вес его 20 килобайт и это не совсем честно потому что есть еще роутер в юкс но скажем даже с учетом этих дополнительных частей он весит не так много view превосходен тем что есть вот такой показатель low feature delivery time то есть значит что вы вот тратите меньше усилий на достижение цели используя view вот в частности на этот показатель я хочу заострить внимание и по моему мнению это вот делает view бизнес first почему потому что что важно для бизнеса чтобы это было быстро и это было дешево да всем знаем вот этот концепт быстро качественно дешево и view вот каким то образом получается все таки достичь какого-то консенсуса в этой парадигме и view хорош тем что если у нас уже есть существующий проект давайте признаем честно что большинство там проектов которые заходят на поддержку в аутсорс это такое дикое legacy и иногда я до сих пор поражаюсь совершенно давно в этой сфере но до сих пор поражаюсь какие технологии используются в продакшене на огромных каких-то проектах привет люксофту сравнение по популярности я понимаю что скажем количество звезд на гитхабе это не абсолютный показатель но мы можем видеть что вот view начал переживать свой бурный рост в 2016 году что произошло вышла вторая версия view не совсем то же самое как с ангулером просто убрали некоторые фичи которые были во view первой версии ускорили его добавили там поддержку каких-то новых субтехнологий там gsx type script и он начал стремительно набирать популярность и популярность скажем темп роста до сих пор держится и если view сохранит темп просто ну по количеству таких звезд как сейчас то через месяца четыре он перегонит react и станет первым java script фреймворком по количеству звезд на гитхабе вот мы про ангулер я здесь не говорю потому что ангулер отхватил основное количество звезд еще при первой версии а здесь берется в учет вторая окей давайте поговорим почему view стал популярен вообще почему компонентный подход популярен и размещаем с этим вопросом я думаю для многих из нас понятно что когда мы смотрим на интерфейс то нам удобно разбивать его на компоненты то есть вот компонентный подход он очень хорошо ложится на нашу ментальную модель ментальная модель то как мы мыслим и благодаря этому не составляет труда разрабатывать даже сложные какие-то моменты используя view давайте посмотрим как мы создаем компоненты и вообще как мы работаем вот с реактом просто такие голые цифры чтобы увидеть небольшую разницу то есть для начала нам необходимо создать файлы для там компонентов констант экшенов редюсеров middleware потом нам нужно описать это все дело после чего нам нужно зарегистрировать редюсеры и middleware сбиндить экшены редюсеры с компонентом имплементнуть бизнес логику использовать компонент если посчитать количество шагов которые нам надо сделать это вот примерно 16 и это говорит нам о том что скорее всего мы как люди мы иногда бываем невнимательны мы возможно что-то упускаем и это ну как бы порождает некоторое количество багов ну то есть кто из нас тратил там более часа чтобы найти какую-то точку в строке которая не подсвечивается и дешкой ну вот да из из этой части хорошо англер компоненты тут попроще мы создаем просто файл компонента описываем компонент имплементим бизнес логику имплементим темплейт добавляем темплейт компонент и инициализируем компонент после чего мы его можем использовать количество шагов ну плюс минус 7 что нам предлагает view view это view обладает такой фичей как сингл файл компонент я умышленно здесь рассматриваю именно сингл файл компонент потому что view позволяет создавать не только сингл файл компонент но чаще всего если вы используете view то вы будете работать именно с этим подходом так вот создавая это сингл файл компонент у вас уже описаны части о чем мы поговорим чуть позже далее у нас сразу же есть возможность имплементует бизнес логику имплементнуть темплейт и сразу же после чего мы можем использовать компоненты ну как бы четыре шага я думаю что ну вот здесь наглядно показано что делая меньше мы получаем плюс минус то же самое вот тоже момент который делает view бизнес first мы думаем о том что мы делаем вместо того чтобы думать как мы как мы это будем делать окей пока что всем понятно да смотрите давайте сразу договоримся про вопросы я думаю что можно задавать вопросы сразу скажем я буду делать такую небольшую паузу когда расскажу про слайд а можно будет задавать вопросы в конце то есть кому как удобнее я думаю что мы справимся с этим если мы говорим про инкрементальную какую-то инкрементальное внедрение view то для того чтобы работать с достаточно подключить один скрипт ну вот сидиан скрипт если нам нужен роутер мы подключаем еще один скрипт и если там стоит менеджер какой-то то еще один то есть внутри скрипта терпимо но чаще всего если мы начинаем проект новый то мы будем использовать view села и штука как и там есть у ангулера реакта create react то есть такой себе инициализатор проекта который развернет вам всю файловую структуру и а для того чтобы начать его использовать нам необходимо заинсталить его там глобально что тоже не совсем правда потому что можно вы просто локально и но он будет доступен только скажем в той папке где вы установили после чего нужно заранить команду view и нет в пак здесь это бойлер play на данный момент их там где-то 5-6 более плейтов различных то есть от совсем простой настройки до какой-то более сложной но чаще всего используется в пак ну и как бы ввести имя проекта после чего вам будет предложено сделать там где-то 5-6 настроек там нужен ли вам роутер сразу нужны ли вам тесты нужна ли поддержка поддержка есть лента и какой конфиг взять то есть очень удобно после чего достаточно просто перейти в папку поставить депенденсии и запустить нпм скрипт для того чтобы поднять сервер и уже можно работать с view то есть я думаю что если сегодня вечером у вас возникнет там какая-то какое-то свободное время можно этим воспользоваться попробовать очень легко и быстро хорошо компоненты давайте начнем с того что что из себя представляет южный компонент первое что хочется заметить что компоненты которые про которые рассказываю сингл файл компонент они создаются с разрешением . view это нужно для того чтобы когда вы запускаете скажем проект у view для выпака есть собственный лодер view лодер который вот этот компонент он транспайлит в javascript чистый компоненте компонент состоит из трех частей у нас есть темплейт у нас есть темплейт где мы описываем html скрипт где мы где описан уже сам компонент и стили которые будут применимы к этому компоненту или просто какие-то глобальные стили давайте пройдемся по каждой из частей более внимательно вот первый момент который выделен когда мы используем компоненты компонент должен быть single root почему потому что реализация virtual дома говорит нам о том что но да скажем парен так который вы прикрепляете скажем child компонент который можно прикрепить он должен быть single root тут просто далее у нас есть директивки кто знаком с ангулером первый второй то же самое но хочется заметить сразу что в юшных директив гораздо меньше чем у ангулера и я думаю что гугляться они буквально там в полминуты времени их там где-то штук 12 или 15 самые часто используемые это какие-то там воев в фор вот там класс директивы также есть возможность конечно же создавать свои директивы далее у нас смотри давай разберем из чего состоит вот эта директива директива состоит с двоеточие перед названием это говорит нам о том что первое это директива это форматирование да тут просто в директиве класс мы просто передаем объект где ключом является название класса которая которая будет подставлена если значение значение это берется из состояния компонента стоит и динамически она за счет реактивности будет происходить рендеринг да директива называется класс но класс который будет подставлен находится вот внутри я правильно понял ваш вопрос почему не стиль почему не стайл класс на самом деле есть директива стайл но возможно совершенно верно спасибо большое почему класс потому что чаще всего легче всего подставлять именно классы они стили например если класс содержит в себе там пять стилей да то нам необходимо будет все эти стили написать инлайном но это сделано чисто для читабельности в данном примере вы скажем свободно делать как вам удобно я ответил на ваш вопрос не то что здесь класс называется текст болт это совпадение никаких связей с реальностью идем дальше идем дальше handlebar синтаксис который тоже ссылается на состояние компонента дальше у нас есть кнопка с и ванк ли сынером собачка клик что является вот вьюшным южным алиасом для всех еще мал элементов для всех еще маль ивентов доступных и значением мы пробрасываем колбек то есть это метод из компонента пока что понятно окей вопрос вижу да а если вы смотрите вот вью он очень-очень девелопер-френдли если мы прокинем к примеру туда не метод то разумеется в консольке мы увидим там название того что мы прокинули из надо фанкшен да я говорю это вьюшный алиас на самом деле вы можете написать в двоеточие в дефис он двоеточие клик то есть это сделано чисто для удобства да 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 и скопа компонента можно передавать но опять же для простоты примера в данном случае не передаю а если мы используем там какие-то by model имеем возможность передать если мы используем к примеру какой-то цикл before мы можем передать из контекста цикла айтем какой-то и так далее хорошо сделано это также для того чтобы ну вот когда мы вешаем в html event listener это кажется немножко противным потому что ну как бы скажем более ранее мы привыкли к тому что нам нужно там повесить listener и его убрать там для того чтобы очистить память но вью делает это за нас то есть используя вот такой подход мы освобождаемся от головной боли да просто вопрос так мы будем говорить об этом чуть позже да это по умолчанию это indirectional data binding хорошо секция скрипт состоит из того что мы экспортируем модуль то есть это все потом как я уже сказал отдается лодеру который транспорт парсит и транспайли это все дальше сердцем компонента является state state у нас обязательно должен быть функцией почему это нужно потому что когда у нас компонент транспайлица вот эти все стоит property которые мы объявляем стоит должен возвращать объект они по ним проходится view loader и делать из этого геттеры саттеры экмоскрипта 5 таким образом мы получаем вот ту самую такую реактивность вьюшную то чего нету у реакта ну вот по умолчанию как бы забавный момент реакт не реактивен но есть возможность сделать это вот его реактивным использовать mobx но это совсем другая история дальше у нас есть методы методы которые внутри методов мы используем за из который всегда ссылается на компонент если мы используем вот this dot is bolt то мы ссылаемся на на state если данного property нету в стейте очень интересный момент в том что view опять же в консольке выдаст вам что вы обращаетесь к property которая не объявлена в стейте пожалуйста обратите на это внимание потому что такие property не реактивные хорошо пока что понятно есть вопросы конечно конечно да через this мы ссылаемся на другие методы идем да да хорошо идем дальше и в стилях а секунду нам можно да мы поговорим в этом чуть-чуть позже я думаю что к концу доклада вам станет понятно стиле в стилях ничего особенного вот тот самый класс текст болт который просто в себе контейнг фонд фонд вейт волк тут хочется заметить что у нас есть атрибут скоп который говорит нам о том что эти стили не будут глобальными а будут применены исключительно к этому компоненту что происходит на этапе транспайлинга к тегом в которых найдены вот совпадение по стилям будет добавлен х и это будут это будет переведено в инлайн стиле очень как по мне интересное решение да если мне не изменяет память я достаточно давно не верстал я думаю саша подскажет инлайн стиле обладают насколько я знаю наибольшим приоритетом вот поэтому беспокоиться об этом не стоит если мы используем скоп то они по умолчанию будут наиболее приоритетными да да дальше вот я об этом как бы и говорю что view предлагает нам очень легко использовать при процессоры кто любит при процессоры при процессоры это удобно при процессоры это быстро и view позволяет нам это делать буквально в два шага что для этого нужно нужно добавить ланг атрибют в темплейт скрипт или стайл с названием при процессора который мы хотим использовать если мы используем в пак то мы просто должны добавить необходимый лодер для при процессор давайте посмотрим на примере как это происходит вот в данном случае мы добавляем пак это тот же джейд и добавив соответствующий в пак лодер мы имеем возможность использовать пак внутри темплейта быстро удобно то же самое с к примеру с ссс объявили добавили лодер имеем возможность использовать уже переменные но конечно же конечно же мы теряем всю мощь переменных если мы будем объявлять их в каждом компоненте и в нашей компании мы вот нашли такой вот подход мы создали небольшой просет в котором там у нас миксины переменные которые мы импортим в каждый компонент есть некоторые минусы этого подхода минус состоит в том что если у нас к примеру 100 компонентов да секундочку да если у нас к примеру 100 компонентов то у нас будет 100 тегов style и если у нас из просета скажем скомпилированный css там будет весить 1 килобайт то мы получаем дополнительно 100 килобайт веса но как правило у нас там процесс состоит из там я не знаю там переменных чисто каких-то миксинов которые после компиляции они там весят вообще байты поэтому ну да 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 вот вот на самом деле можно но скажем в рамках нашего проекта я не смог выбить на это бюджет я думаю что следует покопать в сторону настроек в пака и там можно добавить какое-то там кастомное правило для того чтобы на этапе там какой-то вот компиляции транспайлинга что что чтобы он чтобы он подменял возможно стоит посмотреть например в сторону пост css и то о чем так забегая наперед будет рассказывать саша тоже такая еще холиварная тема и я думаю что стоит посмотреть в этом направлении как это сделать более удобно но у нас это работает и и мы живем с этим я думаю что мы так потихоньку привыкли уже жить костылями в проекте которые подпирают костыли 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 и да вижу вопрос окей как вариант смотрите во вьюшке вам нужно два бомблока да возможно есть смысл разбить это на два компонента как вариант не подходит ну тогда объявлять все я думаю в стилях никто не идеален да 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 есть тоже такая возможность импорте импортить css благодаря нет не не за счет того что в паке есть такое понятие как три шейкинг она что что работает идем дальше и ван ты в принципе мы уже посмотрели на то каким образом объявляются и ван ты здесь я хочу заметить только несколько таких небольших фишечек которые опять же делают view очень удобным для разработки почему потому что мы не паримся про какую-то рутину которую нам нужно писать из года в год из файла файл вот к примеру здесь мы вешаем событие на submit формы и при помощи двух модификаторов прованты стоп мы скажем отменяем дефолтное действие провалить им его и мы скажем останавливаем распространение этого события после чего выполняется колбак мелочь но приятно с инпутами тоже чисто для примера собачка фокус работают все нативные html ивенты идем дальше киеванты кому приходилось обрабатывать киеванты ну вот я думаю что этот ивент обрабатывается наиболее часто вот киевант с модификатором 13 13 здесь кей код то есть кей код клавиши которые мы нажали кей код в данном случае это enter и и для того чтобы вот упростить обработку киевантов view как я считаю предлагает просто восхитительное решение оно очень простое и логичное это вот киевант конфиг по сути это объект с которым мы ключом выступает название клавиши которую мы хотим обработать и значением выступает кей код также хочется заметить каким образом обрабатываются клавиши с скажем с ней кейсом да я вижу вопрос просто хороший вопрос хот кей я затрудняюсь на данный момент ответить следует погуглить возможно да возможно возможно это сработает вот даже в таких моментах иногда даже без гугла стоит попробовать какие-то вот логичные подходы и в очень многих случаях это будет работать потому что я не знаю разработчик view меня очень восхищает в этом плане потому что предусмотрено огромное количество юз кейсов которые вот кажутся логичными и и это классно хорошо вопросы есть смотрите для того чтобы это инициализировать что нам нужно сделать нам нужно объявить вот эти кей коды перед тем как мы инициализируем instance view опять же можно вот эти кей коды сделать вообще отдельным модулем но главное чтобы это было объявлено до инициализации view таким образом ну как бы view сможет найти эти кей коды и разумеется в самом компоненте мы получим возможность ссылаться на enter хорошо пока что все понятно да 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 пока что понятно идем дальше в юшная реактивность 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 хочется сразу же сказать что собой подразумевает реактивность контексте view реактивность это распространение изменений скажем по всем упомянутым местам без вашего участия то есть проведу такую небольшую параллель с тем же реактом нам не нужно вызывать там руками какой-то рендер да например то есть если данные изменились то рендеринг произойдет собственно сам вот здесь к примеру у нас есть в стейте какой-то вот массив транзакции да если мы там у нас есть метод lot transactions мы с api получаем вот эти транзакции да обновляем вот эти транзакции посредством просто присвоение нового значения то view это увидит и view просто произведет рендеринг того скажем того места в компоненте где той моды компоненте где используется вот транзакции и никакой ну как бы и никакой головной боли то есть можно быть уверенным в том что это произойдет и также частью реактивности конечно же является watching вот здесь в данном случае тоже случай из проекта у нас есть какой-то вот условный транзакции каунтер то есть сколько транзакций у нас есть в системе на данный момент и когда вот этот каунтер он изменяется то мы получаем первым параметром этого скажем пропорки мы получаем новое значение и вот внутри вот чем мы имеем возможность там вот мы в частности отправляем да да секунду вопрос да я думаю да но беспокоиться об этом не стоит потому что view по умолчанию сделан таким образом чтобы все эти скажем рендеринге они происходили и не замедляли скажем для пользователя скажем опыт использования системы вот так скажу они да скорее всего они вот чисто логично размышляя они синхронны у view вот есть такое внутреннее понятие тик то есть тот скажем тот минимальный минимальное значение при котором происходит вот рендеринг да на нашем проекте этих конфликтов не было вот так думаю и у вас не будет стоит поиграться с этим и понять но я как-то вот из опыта использования view уже больше года ни разу не сталкивался с такой вот конфликтностью дальше конечно же частью является компьютер пропорти из в данном случае вот мы форматируем юзернейм при наличии там тех или иных значений форматируется собственно то как это должно быть отображено да как мы будем использовать хочу заметить сразу же да хороший вопрос computed здесь используется как функции но внутри темплейта это будет использовано как обычная вот переменная стейта пока что понятно идем дальше окей да конечно на самом деле можно то есть вот вот происходит уже после того как было присвоено новое значение но для скажем понятно чтобы сразу же видеть что у нас там вот пришло new value и у нас вторым вторым параметром приходит также old value но скажем в рамках этого примера это не показывается окей давайте поговорим немного про философию view каким образом мы имеем возможность строить связи между компонентами философия view гласит о том что у нас есть property это своего рода такой вот интерфейс компонента то есть какие данные мы можем пробросить внутри этого компонента и нам это будет необходимо описать и если мы хотим изменить данные из child of parent нам нужно отправить ивенты давайте посмотрим сразу на примере как это делается я сделал вот такой небольшой пример условно это какой-то вот кастомный селект у нас где у нас в паренте выводится выбранное значение а чайлдом выступает у нас кастом селект пропсом которого является вот value value мы объявляем сами тоже будет видно далее мы в него пробрасываем пробрасываем selected value тут хочется заметить что если мы указываем props с двоеточием это значит что view будет вотчить изменения selected value и обновлять value автоматически если мы не будем добавлять эти двоеточие то будет браться selected value на момент скажем выполнения вот также мы пробрасываем options какие-то опции для селекта чтобы можно было из чего выбрать в свою очередь child выглядит следующим образом у нас есть props это объект в котором мы описываем там value в данном случае или там все необходимые нам property тут хочется заметить что у нас есть указание типа это вот такая тоже небольшая но весьма удобная штука view которая да секунду да когда мы указываем там вот типы у нас есть все дефолтные типы которые у нас есть в java script и мы передаем к примеру не array сюда то консолька опять же нам скажет что мол посмотри внимательнее ты передаешь мне там какой-то string например и тут хочется сказать что шутку недавно услышал что есть два типа java script разработчиков первые которые понимают что java script нужна строгая типизация и вторые тем кому еще нет 22 вот внутри к примеру вот на изменение этого значения внутри select view философия говорит нам о том что нам не стоит изменять напрямую значение props потому что это порождает сайд эффекты для вместо этого нам необходимо отправлять ивенты при помощи метода эмит который есть на инстансе компонента первым параметром которого первым аргументом которого является название ивента который мы отправляем то есть там в принципе может быть все что вы себе придумаете вторым и далее параметрами значение которое мы хотим передать окей в свою очередь в пареньки мы обрабатываем вот этот кастомный ивент в данном случае здесь кастомный ивент называется change и мы для того чтобы обновить данные мы создаем там какой-то метод в котором мы обновляем значение что конечно же не очень удобно но в данный момент это сделано для наглядности примера view позволяет нам использовать такую себе небольшую небольшой синтаксический сахар который дает нам двухсторонний дата биндинг при помощи модификатора sync это будет говорить нам о том что мы имеем возможность обновить обновить значение из парента внутри человека просто используя метод update с названием property которое мы хотим обновить если мы к примеру не объявим sync вот здесь и попробуем отправить то просто ничего не произойдет в свою очередь если у нас есть там sync то она развернется просто вот в такой вот метод собака update двоеточие название property и присвоится этому property новое значение очень удобно советую пользоваться да к buses red смотрите внутрь парента мы импортим импортим компонент как правило в этой секции объявляются импорты компонентов И во Vue есть Property Components, в котором мы описываем, какие компоненты используются внутри текущего компонента. В данном случае это будет Custom Select. Хочу заметить, что если, к примеру, у вас компонент называется, скажем, CamelCase Custom Select, то это будет в HTML KebabCase через дефис, все значения, которые начинаются с большой буквы. Я ответил на ваш вопрос? Окей. Каким образом организовать глобальный датафлоу? Мы в компании использовали два подхода. Первый это EventBus, за который мы поплатились неразберихой в коде спустя, наверное, месяцев шесть от начала проекта, потому что, скажем, распространение изменений между огромным количеством компонентов достаточно сложно дебажить, отслеживать. И второй это Vuex. Это State Manager, который мы начали использовать чуть позже. И давайте рассмотрим, что из себя представляет каждый из этих подходов. EventBus это обычная реализация паттерна Publish-Subscribe. То есть мы паблишим какие-то изменения и в каком-то другом месте мы слушаем эти изменения. Очень просто. Для того, чтобы пользоваться EventBus, нам необходимо на InstanceView, скажем, InstanceView экспортнуть и внутри компонентов использовать вот импорт этого EventBus и посредством того же метода emit и метода $on с названием event и callback мы имеем возможность построить такие глобальные связи между компонентами. Вот в данном случае у нас есть, к примеру, какая-то модалка, которая изменяет taskItem, но при этом всем нам необходимо обновить и taskItem и taskSlist. То есть мы отправляем там EventTaskReload и вот в этих компонентах мы слушаем эти изменения и релогим. Соответственно... А ViewTravel, я бы сказал, что EventBus наша как-то на InstanceView, вы сами его там писали, да? Условно, да, но поскольку за счет того, что у нас есть emit на компоненте, у нас есть emit на root компоненте на InstanceView и в On, то, скажем, View так очень мягко нам говорит, что типа, слушай, подумай, может тебе это использовать не стоит. Этот подход оправдан, если у нас небольшой проект какой-то. То есть у меня есть проекты, где у меня там, например, порядка 10-15, такой небольшой pet project 10-15 компонентов, да? И вот этот подход, он оправдан. То есть нет смысла тянуть там ViewX, разворачивать его архитектуру, потому что, ну, вот это работает. Но если у вас там проект средней сложности или сразу же там какая-то большая плюс-минус enterprise-система, то следует посмотреть в сторону... Не-не, это просто, по сути, константа, которая ссылается на InstanceView. То есть, опять же, ничего изобретать не стоит, то есть все уже есть во View. Просто, ну, вот такой вот подход. Я умышленно не показываю такие супер детальные примеры, потому что презентация растянется на намного больше времени, чем у нас есть. Но, опять же, это все гуглится очень легко у View, очень хорошая документация. Более того, русскоязычная комьюнити перевело ее на русский язык и сделало это с точки зрения, скажем, понимания девелоперами. То есть нет вот этих переводов, знаете, художественных, когда читаешь какую-то книгу, и у тебя там совершенно какой-то безумный перевод, там, demand-driving development, не знаю, там, что-то, что вообще очень сложно связать с этим значением. Вот в Viewшной документации такого нет, и это превосходно, я считаю. Дальше, Viewx. Viewx на самом деле следует использовать, когда нам необходимо single source of truth. То есть приведу пример. У нас есть компонент, и вместо того, чтобы внутри компонента работать напрямую с опихой, мы разбиваем, скажем, слой отображения от слоя бизнес-логики. Мы диспатчим, вот в данном случае Viewx у нас получается такой вот полутранспортный слой, в экшенах которого мы пишем бизнес-логику. Мы из компонента диспатчим экшен, который потом вызывает там API, к примеру, там, REST или WebSocket, после чего, получив ответ, шлет эти изменения в мутации, которые в отличие от React, кто работал с Redux, к примеру. Ну вот это вот та же, вот, скажем, флаг с реализацией, в мутации, которые в отличие от React не являются immutable, то есть мы умышленно мютируем состояние, которое потом ререндерит компонент. В свою очередь у нас есть DevTools, которые позволяют нам отслеживать вот эти мутации, и работает это вот примерно так. То есть у нас есть там какой-то вот список, который мы обновляем, и внутри экстеншена, то есть есть экстеншены под Chrome, Safari, Firefox, мы видим, каким образом изменяется стейт. Очень удобно, когда, опять же, когда у нас больше одного источника правды. Я вижу вопрос, пожалуйста. Окей, вы спрашиваете о том, что делать, если стейт очень большой, верно? В Vux предусмотрена модульность, это первый момент. То есть мы можем разбивать наш стейт на модули и работать с этим стейтом напрямую из компонентов. В свою очередь, внутри компонента Vux, Vux компонента, у нас, скажем, чисто теоретически есть доступ к любому значению стейта, что, скажем, иногда удобно, а иногда проблемно. Но чаще всего, если мы разбиваем на модули, то достаточно просто и понятно это все использовать. Более того, в Vux есть, скажем, namespacing. Это такая вот небольшая конфигурация, которая позволяет нам разбивать эти модули на независимые namespaces. Чтобы не было конфликтов. Но опять же, Vux это на самом деле то, что достойно отдельного доклада. Сейчас, благодарю вас за вопрос, хочу просто рассмотреть основную концепцию. Я буду после здесь как-то тусоваться. Можем лично обсудить интересующие каждого из вас вопросы. Окей, следующей частью является роутер. Роутер, опять же, не представляет из себя ничего какого-то супернового. Просто, вот скажем, берет те наработки, которые уже были до, и оборачивает это в очень удобный для нашего использования интерфейс. Нам необходимо роутер, instance роутера создать и пробросить в instance view. Это создается на этапе инициализации. Тоже, если вы используете веб-пак вот этот CLI, то оно развернет это все за вас. Вы просто посмотрите, как это делается. Ничего сложного и все очень и очень понятно. Также у нас есть там настройки для роутера. Они идут плюс-минус дефолтные. Их там три или четыре настройки. Гуглятся и к пониманию они очень легки. И ничего сложного. Роуты. Роуты это, разумеется, массив, поскольку у нас логично больше одного роутера. Хотя view также позволяет вам создать просто один роут и внутри children of children of children of построить собственную систему роутинга. Но зачем так делать? Что в роутах children of course? Да. Смотрите, у роута у нас есть пэс, название и компонент, который будет отрендерен по совпавшему роуту. А у children, children это как бы внутренний роут. Если у нас внутри компонента есть вот такой tag router view, то, о чем я буду чуть-чуть дальше говорить, то view router матчит, если у текущего роута children, которые попадают под вот этот regexp. И если они есть и view, скажем, и роутер view присутствует внутри компонента, то в этот роутер view будет отрендерен child компонент. А, то есть сам роутинг типа c-parent new роут, а у него уже выдаются child? Да. Возможно, какие child там? Да, да, да. Хочу заметить сразу же, что у child нет необходимости писать слэш. То, на что я потратил, наверное, минут 20, пытаясь понять, как работают child роуты, возможно, это сохранит кому-то, ну, вот те же 10, 15, 20 минут. Роутинг сам по себе происходит посредством роутер линков. И роутер линк имеет вот такую вот директивку to, в которую мы пробрасываем объект, где мы можем использовать name роута или patch роута, то есть то, куда мы будем переходить, и параметры, которые мы хотим передать внутри этого роута. Также есть возможность указать явно, в какой тег этот роутер линк будет отрендерен. То есть у нас есть возможность указать, к примеру, button, у нас есть возможность указать какую-то лишку, например, иногда это тоже бывает. Ну, или в данном случае A. Окей, вопрос. Че я доступу модели роутера? Да. Да. Внутри инстанса компонента у нас есть ссылка на доллар. Вот я думаю, стоит это озвучить, что все приставки доллар – это ссылка на какие-то внутренности view. И внутри инстанса компонента у нас есть ссылка на доллар роутер, и там, и так далее, нам выдаст весь список доступных для использования, скажем, каких-то внутренностей самого роутера. То есть там есть to, да? То есть роутер продается как contact, да? Да, да, да. Роутер view – то, куда будет отрендерен, собственно, компонент, ничего сложного. И тут, я думаю, стоит дать возможность задать вам вопросы по роутеру. Да, вижу. Я вопрос, есть роутер view, это в компоненте? Да, чаще всего роутер view прописывается в каком-то вот root компоненте. Если вы разворачиваете проект с Vue CLI, то он разворачивается, этот роутер, внутри root компонента app. И таким образом мы получаем возможность вочить роутер изменения сразу же с root компонента. Если мы его переместим куда-то далее, то, соответственно… А сам нет, не знаю, что будет отрендерено самого в цепи роутер view, это тоже компонент? Не-не-не, просто… То есть мы вставляем роутер view, и роутер будет знать, в каком месте рендерить компонент, который будет прикреплен к данному роутеру. А, это просто один тег? Да, 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 это один тег, просто условно показывая, куда оно будет все отрендерено. Да, я вижу… Секунду, вот вопрос еще. И, пожалуйста. Чи есть доступ до роутера в модели? А что мы подразумеваем под моделью? Да, мы запаривались оптички, и ты трогаешься директно пить, то есть, это что? Окей, смотрите, давайте поразмыслим, каким образом это сделать. Если мы обрабатываем, к примеру, без вьюкса, да, у нас есть метод внутри компонента, в котором мы работаем с опишкой, соответственно, в этом месте мы обрабатываем ошибку. Если мы обрабатываем в этом месте ошибку, да? Вьюкс, самый вьюкс. Ага, если во вьюксе, в принципе, есть способ, к примеру, мы создаем компьютер property, вьюксовская, getter, который мы вводчим из компонента, и внутри компонента мы производим, производим, ну, как бы смену роутера. Либо же, либо же мы импортим в то место, где мы обрабатываем эту ошибку во вьюксе, в акшене, да, импортим роутер и программно просто изменяем. Есть, но в рамках нашего проекта мы с этим не сталкивались, поэтому я, к сожалению, затрудняюсь ответить вам более детально на этот вопрос. Нужно… Нужно… Нет, не будет… Окей. Повторите, пожалуйста, вопрос, я не услышал вот основу. Так. Я сомневаюсь, что это возможно сделать при помощи вьюк в данном контексте. Да, 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 да. И это же child-ы типа… Совершенно верно, да. Роутер будет рендерить child-роуты внутри компонента, где объявлен вот этот тот же самый роутер вьюк, пустой, пустой тег. Да. Движемся дальше. Какие-то вот такие экстра-фичи в вьюк. Тем, кто пришел с реакта или будет переходить с реакта, скорее всего, логично писать на GSX, да. Вьюк позволяет писать на GSX. Для этого необходимо просто имплементнуть метод render внутри компонента. И первым параметром которого будет createElement функция, в которую мы передаем, собственно, GSX. Если мы, к примеру, не рендерим вот эту функцию, то будет искаться template, template компонента, поэтому, ну, вот, вью таким вот образом позволяет нам использовать GSX. Для того, чтобы использовать GSX, также необходимо подключить плагин, который называется transformViewGSX, и это заработает. Далее, вью позволяет нам использовать TypeScript. Для этого нам необходимо импортнуть, импортнуть пакетж TypeScript, который является, по сути, прокси для вью и TypeScript. Мы из него импортим вью, компонент, потом, ну, вот, это декоратор, после чего мы используем вот класс, который экстендим от вью, и внутри вот этого класс-компонента мы имеем возможность уже пользоваться TypeScript-ом. То есть в данном случае нам нет необходимости писать state. Да, вижу вопрос. Опачатка, сори. PowerPoint допомогает мне. Окей, вот такие моменты, вы понимаете, в принципе, как оно все становится, но такие моменты будут выделены на этапе компиляции, я гадаю. Окей, моему, может быть, на русский. Имеем, имеем возможность использовать уже типизацию TypeScript-ом и то же самое с методами. Пока что понятно, да? Давайте поговорим немного про IDE support для вью. В данный момент де-факто стандартом разработки на вью является Visual Studio, поэтому на данный момент он предоставляет нам полную поддержку для вью. Также есть возможность использовать вью в продуктах JetBrains. На данный момент я использую в рамках проекта IntelliJ IDEA. Поставил себе плагин и все работает. Также есть плагины для того же Sublime или Atom. Это тоже работает. Поэтому не стоит беспокоиться про поддержку вью в IDE-шках. Это, я считаю, очень хорошо. Дальше. По слабым сторонам вью. Тут скорее, скажем, личные какие-то моменты. Давайте посмотрим, что у нас из слабых сторон. Best practices. Вью, хоть он год уже на рынке, да, он все еще не вышел на такое некоторое плато стабильности, что есть уже у Angular. И фактически мы еще не знаем, как правильно писать. То есть ты пишешь, 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 потом ты смотришь в какой-то другой проект, тебе куда-то добавили, и ты видишь, что там написано вообще по-другому. И ты не понимаешь, что ли ты дурак, то ли как-то вот надо было в ту сторону смотреть. Ну, бывает такое чувство. Но верю, что к этому придем. То, о чем я говорил, что стили с припроцессорами не совсем слабая сторона, но все равно, скажем, на фоне всех тех моментов, которые превосходны во вью, которые помогают нам более концентрироваться на том, что мы делаем для бизнеса, а не том, как мы делаем. Вот это вот выглядит, ну, как-то вот выделяется на фоне остального. И плагины. Несмотря на то, что вьюшная экосистема, она огромная на самом деле, сейчас там уже затрудняюсь ответить сколько, но достаточно много, примерно наравне там с какими-то вот React пакетжами в NPM вьюшных пакетжей, за счет того, что вью разрабатывалась EvanMu, который сам по себе из Китая, ну, и, конечно же, используют Alibaba, там, Taobao, то огромное комьюнити в Китае, и очень много плагинов, скажем, реализовали китайцы. Иногда ты заходишь на NPM-страницу, а там китайский, и ты как бы понимаешь, что, ну, может, это повод выучить его, например, наконец. Ну, да. Ну, вот, такое случается не очень часто, но бывает. Вот на прошлой неделе столкнулся, использовал просто вот то самое предложение хрома перевести страницу, и, ну, перевело достаточно сложно там. Читаешь и где-то улавливаешь какие-то моменты. Окей, что еще есть у Vue? У Vue есть сервис-сайд-рендеринг. Кто пользуется сервис-сайд-рендерингом вообще? Вот. Сервис-сайд-рендеринг – это, скажем, штука, которая нужна для двух вещей. Для того, чтобы улучшить, скажем, получение осмысленной информации пользователям быстрее. Например, у пользователя мобильный интернет, да, и проблема SPH в том, что они должны там загрузиться, отрендериться, и пользователь там какое-то энное время не видит ничего, кроме белого экрана. Вот сервис-сайд-рендеринг позволяет нам рендерить компоненты на стороне сервера и отправлять уже пользователю, чтобы пользователь видел, скажем, какие-то уже данные. Ну, кстати, в данном случае это такая надстройка над Vue, и в то же время Vue, скажем, параллельно разрабатывает встроенные какие-то техники для сервис-сайд-рендеринга. В частности, в одном из последних обновлений было сделано много, но за счет того, что на нашем проекте нет смысла, поскольку это B2B-сектор, и им вообще плевать, сколько оно будет грузиться, хоть там будет бандл в 10 мегабайт, то мы не используем сервис-сайд-рендеринг, но интересная концепция. Дальше, Vue позволяет нам писать нативные мобильные аппликухи, то, что есть у React, React Native, то, что есть там Native Script. У Vue есть Wix, который разработали в Alibaba, и потом отдали просто Apache Foundations. Сейчас он еще не Production Ready, но я верю, что они там в поте лица трудятся над ним, и спустя немного времени мы увидим результат и сможем писать на Vue нативные аппликухи. Как по мне, это, ну, очень интересно. Также Vue позволяет, есть пакетжи, которые позволяют сделать из Vue электрон аппликуху, то есть это десктопные приложения на уровне для операционных систем, что не совсем десктопная аппликуха, но для юзера кажется десктопная. На самом деле это просто окно браузера, в котором убрали адресную строку, букмарки, и, ну, обернули там в какой-то нативный интерфейс, нативный юзер-интерфейс. И что хочется сказать? Сребряная пуля Vue, на самом деле не думаю, но, несмотря на это, очень хорошо. И, ну, вот в завершение хочется сказать, что Vue на данный момент полностью Production Ready, его можно использовать, он хорошо тестируется, опять же, не покрываю тестирование, потому что это совсем другая и достаточно большая тема. Также, что? Тоже SweetPanel, какие стандартные? Vue мы использовали с Mokai, Karma и Чаем, но я бы хотел поиграться с Jestом, мне как-то вот кажется, что это очень хорошо, видел недавно статью на Medium, где показывается, вот как тестировать Vue при помощи Jest, получилось очень и очень, как по мне, лаконично и элегантно. Дальше, Vue экосистема, она растет и становится более и более стабильной, и рост комьюнити, который продолжается уже некоторое время, говорит о том, что, ну, как бы, уже чуть-чуть прошло время хайпа, и Vue переходит постепенно в стадию, когда там компании задумываются о том, чтобы взять проект. И на самом деле есть смысл выучить Vue сейчас, чтобы там, когда будет гораздо больше вакансий, вы уже были в топе и смогли выбрать себе наиболее интересный проект и получить на этом какие-то бенефиты. Vue, как вы видите, достаточно легко выучить, в него низкий порог входа, гораздо ниже, чем в тот же React, потому что, ну, вот для совсем-совсем новичка въехать в React и написать что-то осмысленное, ну, по моему опыта менторинга джунов, это, ну, вот было очень сложно сломать мозги. Vue вот легко учить, как я говорю. С одной стороны, я соглашусь с тем фактом, что очень много магии под капотом, которую, скажем, которую разработчик не видит изначально, но это одновременно и плюс. Также Vue быстрый, без оптимизации, то есть нет смысла там беспокоиться про, там, shoot component update, там, про рендеринг и тому подобные вещи. И, как я уже говорил, что low feature delivery time. Если сравнить даже по количеству каких-то таких простых шагов, сколько времени занимает имплементнуть фичу на React или Angular, то Vue будет в лидерах, по моему опыту. На самом деле, это весьма субъективная оценка. Возможно, я просто не писал достаточно много на том же React или Angular, но, скажем, с высоты моих знаний Vue, мне кажется, весьма хорошим фреймворком. Спасибо за внимание. Пожалуйста, готов выслушать ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»